Салют, друзья! С вами Андрей Посекунд. Ну что, дачники, строители, ремонтники, хотите посмотреть, как выглядят магазины, где в Америке продают все для стройки, для хобби, для загородного отдыха, а также для активного времяпрепровождения на этом отдыхе? Для жарки шашлыков и так далее, и тому подобное. Просто не нужно купить на самом деле масло для машины. Масло там тоже продаются, инструменты различные продаются, как для машины, так и для ремонта. Мне нужно купить масло для машины. Пришло время менять масло на Dodge Caravan. Фильтры у меня все есть, масло я вот ничего не купил. Хочу заехать, посмотреть, ну, может быть, еще что-то помелочить. Химию какую-нибудь бытовую купить домой. Заодно и вам показать. Надеюсь, вам будет интересно. Поехали! Магазин называется Home Depot. Это большая сеть по всей Америке. Вот много, что можно купить для строительства, для ремонта. Вот бетономешалки сразу нас встречают. По 369 долларов. Куча лестниц. Так, где тут вход? Сразу барбекю на входе также. Пожалуйста. Сейчас, может быть, уже и скидки, кстати, на них. Все-таки уже весной осень. Конец, середина ноября. Сейчас уже рождественские товары продают. Видите, какая у нас тут глубокая осень? Температура где-то 26-27 градусов на улице сейчас. Так. Возьмем тележку. Вот уже все в рождественских украшениях. Елочки продают вовсю. Так, ну вот. Берили барбекю. Тысяча долларов. Здесь что-то за 500 долларов. Да, все уже. Все люди готовятся к Рождеству. Уже давным-давно убрали все, что относилось к Хэллоуину. Различные фигурки Санта Клауса. Гринчи. Елочки. 300 долларов елочка. Вот эти все по 300, это 350, 400, 400. Вот эти вот стоят по 400 где-то под 3 метра высотой. 500, беленькая. Щелкунчики. Классно, красиво. Уже многие украшают дома. Вовсю вечером с женой, когда гуляем, уже интересно по улицам гулять. До этого было все. Хэллоуину тоже светилось. А сейчас уже к Рождеству. Остальное время года немного темновато на улицах. За 200 долларов елочки. 160 долларов. Вот за 100, пожалуйста, 79 долларов елочка. 50 долларов елочка. Много или мало, это нужно судить не то, что переводить там в гривны, в рубли, в тенге. Или еще какую-то валюту. А нужно смотреть, сколько человек получает в час. И уже от этого отталкиваться. В Калифорнии минимальная зарплата. Вот совсем минимальная. Это 15 долларов в час. Это неквалифицированный труд какой-нибудь. Я не получаю где-то от 20 долларов в час. Ну, может быть, от 18. Что-то такое. Вот от этого не нужно рассчитывать уже все цены дорого. Это или дешево. А не просто переводить в валюту наших стран. Так, здесь у нас цветочки, растеницы, земля, удобрения, все что угодно. Все то же самое, как и у нас. Каких-нибудь огель, лава мерлен, кастарама. Не знаю, какие там максудомы. Вимусы различные. Много всего. Жимолость разная. Пальмочки. Все, красота. Также тут и бочки, и горшки, все, что угодно. Вот это как раз отдел для дачников. Вот тут ограждение. Мебель садовая. Катушки для шлангов. Классная вещь. Вот для грядочек ограждения. Кстати, здесь тоже дачники есть. Есть у людей участки, ездят. Даже есть те, кто и сажают какие-то грядочки, теплички. Популярный головной убор, потому что солнце жарит. Мама не дарюй. Так, что у нас здесь. Да, все для садов, огородов. Пошел садовый инвентарь. Лопаты. Для трамбовки. Секаторы. Флодосборники. Все то же самое. Здесь живут такие же простые люди, как и везде. Как говорят на другом языке, на английском. Так, все то же самое. Тележки. Дорогущие тележки, это 120 долларов. Но, блин, крепкий профиль такой серьезный. Вот отопители уличные. Прикольно. Пойдемте там посмотрим. Мы там зашли, а тут же начнем. Все то же самое. Все это обычный выкидок под краски. Подставим. А, так. А, вот здесь мы заходили около елочек, поэтому нам хотеть сюда. Здесь это все против вредителей. Вот, пошел. Здесь вот барбекю. По 150 долларов. По 100 долларов. Дорогие, по 200 долларов. Здесь вот эти по 150. 150, 450, 250, 200, 300. Все это дорожили. Здесь уже более серьезные вещи. Пошли газовые всякие. 450 долларов. 620 долларов. По 1000 долларов. Прикольно. Полторы тысячи долларов. Ко всем этим ценам нужно добавлять налог еще. Здесь цены указаны без налога. Налог будет пробиваться уже на кассе. От штата к штату он разный. Нет, почему он не теплый? Везде наши люди. Куда бы ни зашел, в какой магазин, все равно услышишь наши вещи. Инструменты. Бензо, электро. Дальше будет еще отдел. Много-много будет инструментов. Герметики. Классный магазин. Я здесь покупал много чего, когда делал ремонт в автодоме. Да, вернее, практически все я по-моему покупал. Что-то в Амазоне покупал, что-то здесь. Здесь кисточки, валики. Все для краски. Здесь колеруют. Тут же прям выбираешь цвет, краску и все вперед. Нужный цвет себе сболтает. Все как нельзя. Там отдел красок. Здесь электричество. Светильники. Лампочки. Электрика. Молодильники тут же продают. 1700. 2800. Двойные. Которые воду подают. И лед намораживают сами. Все что угодно. Сейчас здесь уже пойдут. Так, здесь еще бытовая техника. Плиты. Николововые пищи. Длинненькие. Николововые пищи. Домашние. 200 долларов. Большие они же сразу идут с вытяжкой. Вместе пошли половые различные покрытия. Пол. Стена. Да, вот здесь я покупал как раз кварц-виниловую плитку на пол. Вот что дом. Причем она что-то скидочки пошли 30 долларов за упаковку. Когда я покупал было, по-моему, подороже. Пылесосы. Опять пол. даже здесь до 32 доллара за упаковку. Там различные полы. Тут же жалюзи. Можно и нарезать по размеру сразу. Там дальше ковровые покрытия. Это карточек ковролин. искусственный газон. Вот он, карпет. Здесь образцы его. Очень популярная тема, конечно, в Америке. Но, не знаю, как по мне, так лучше либо плитка, либо квартиру, либо, там, не знаю, паркет, деревянный пол, но не ковролин. Он все равно как-то не пылесось, пыль в нем все равно остается. Потому что, если его снимать, то под ним будет пыль. Все равно этим дышишь. И, если не дай бог что-то развил, то, соответственно, как бы это пятна, которые нужно чистить, вымывать и так далее. По мне, лучше что-то более твердое. понятное дело, если вы в квартире живете и под вами кто-то есть, то карпет, он, как бы, как шумоизоляция еще дополнительно действует. Посудомойки по 400 долларов. много разной техники. Холодильники в основном такие вот все. Двух створчатые. Опять же, это продиктовано тем, что магазины находятся не совсем в шаговой доступности. надо ехать и народ, как правило, на выходных или раз в неделю ездит, закупает на всю неделю семьи у американцев. Также есть большие, много детей, поэтому нужно много продуктов. Много закупается. ну, видите, так же, как в наших магазинах можно заказать себе кухню, тут же ее нарисовать, тут же заказать. привезут, соберут, все довольны. Так, что у нас дальше? Дальше у нас пошла дуфтовая высокая химия. туалетная бумага, всякая. Очистители, обезжириватели, санитайзеры для чистки, ванны, туалетов. Так, здесь моющие средства. Вот, цены всякие. Так, это что у нас? Это мне нужно. Окна помыть. Так, нет, побольше возьмем. Возьмем вот такую вот. так, еще у нас что у нас? Порошок у нас есть, гель для сирки, есть. Богатый выбор всяких шлабр. с такими ведрами любят и грибники ходить за грибами. Да, да, здесь тоже любят люди грибы собирать. Не все их, правда, едят. Некоторые просто собирают для удовольствия, но есть и те, кто не потребляет еще. Система хранения, ящики для хранения, коробки для хранения, для переезда, пупырка для упаковки. Вот здесь тоже отразительные инструменты продают. Мы дойдем еще до них, до инструментов. сантехника, пластиковые трубы, медные трубы. Вот кому интересно цены. Фицерги различные там. Все для сантехники. Здесь, здесь тройники, колено. красота. Подельники прям по всему магазину. Так, куда мы дойдем? насосы. Так, здесь у нас пошло все для ванной, туалетов. видите, лейки все такие настенные в основном. Чтобы уже со шлангом есть такое, но не так часто встречается, как у нас. Броссы дверей. Здесь надо быть раковины, горшки. сиденья для горшков. Здесь пошли душевые кабинки, ванны, комнаты, ванны. Вот так вот выглядит сразу и стена пластиковая. Вот видите, пластиковая ванна и стены сразу пластиковые. И двери. Так без дверей выглядит. Это уже душевая просторная. абсолютно все можно купить в кредит от всяких мелочей до крупногабаритных товаров. Большинство людей так и делает. Видите, это опять же ванная комната. Мебель для ванной комнаты. Это что здесь у вас? Насосы. Опять же все для водоснабжения. Цены. Пошел инструмент различный. ручки, замки, дверные. Посмотрите, какой классный холодильник. Красный. 430 долларов стоит. водоснабжения. хитрые для отопления и для нагрева воды. Уже для газа пошло. всякие фитинги, трубки и так далее. Скажется, thank you. на английском просто примеровался говорить и схватить. Двери входные. Это входные двери дома со стеклами, потому что американцы не считают нужным вставить глухую железную дверь, потому что может быть ни толку не быть, когда есть окна и так далее. Опять же, все дома застрахованы. Есть районы, где более криминальные. Там, да, есть решетки на окнах и вторые двери из решеток. Но, опять же, входные двери, они, как правило, либо легкие и глухие, либо со стеклянными вставками. Это межкомнатные двери. У нас входная дверь, она глухая, но она от межкомнатной не сильно отличается по своей прочности. Здесь пошли оконные системы. Да, двери, окна. Все, все, все есть. От пола до фундамента до крыши. Куча всяких дверей. Я отнимал мебель, по-моему, здесь обычный для дома. По-моему, нет в этом магазине. Остатки целого вина. Видите? это окна в крышу с вторым светом. Вот, как раз, да, есть вот такие вот решетчатые двери. Либо их можно, наверное, поставить вход во двор, у кого есть заборы. Так. Там что? Коробки распределительные, изоляция, гофра, различные провода. Да, все по электрике. удлинители пошли. Катушки. той стороны. Мутики из этой. Здесь уже начнется до винтуса, карнизы и так далее. крашеные, пластиковые, деревянные, деревянные. Здесь пластиковые, широкие клинтуса. танклируемся, распродажа панели. Погрузчик стоит не пройти. расцветки. обе напоминают. Либо обе напоминают хундипа. Все везде оранжевое. Возьгатип оранжевое, ведра оранжевое. Вот здесь пошел различный пиломатериал. Вообще дерево, конечно, наверное, дороговато. Я не знаю, может быть, где-то есть, скорее всего, есть, наверное, где-то, где можно купить для стройки. Если что-то планируете сами строить отдельно пиломатериал ни в хундипа. Я думаю, что можно найти дешевле гораздо. Это я так думаю. Я пока не знаю, пока строить нечего. Не планирую пока. Тогда запланирую и тогда будем искать. Также здесь и ДВП, и ДСП, и фанера, и строганая доска, и не строганая, все, что хотите. Мебельные фасады можно и тут же напилить все можно по размерам. Металлоконструкция различная тоже и сетки для забора все что угодно. И столбы для заборов я здесь видел. В общем, для того, чтобы что-то построить своими руками и либо купить для строителей здесь такая возможность конечно имеется. Пошел гипрог гипрог опять же различные изоляции утеплители, есть. Не только изгорной палок строит здесь, но и из нормальных материалов. Шутка. сейчас вот направо если повернуть будет отдел где можно взять там можно варенду взять все, что угодно. здесь можно взять варенду все бетонные мешалки, ручной инструмент. Не обязательно все покупать. Пришел попользовался и создал обратно. Причем и крупногабаритный инструмент имеется. Это видите отделки фасадов для стройки смеси цемент, песок и так далее. Арматуры. В общем есть все. Приезжайте покупайте. фанера мелких размеров. Здесь русские доски. Пожалуйста. Все сухое. Строй не хочу. вон видите да сколько всего всякие пильцы ДСП и так далее. фанера большими листами огромная. Разные толщины. Кстати да можно все это использовать и при ремонте либо постройке автодома внутренней отделки. Так здесь уже сейчас пойдет инструмент инструмент и крепеж гвозди саморезы и так далее. Следующим по-моему ряду уже пойдет. Плетни замки щеколли здесь у нас канаты всякие вот пошли уже наколенники для строителей лёжки для инструментов перчаточки карабинчики фонарики так тут где-то должны уже скоро и масла появится автомобильные вот эти ящики для инструментов классная тема конечно есть свой гараж сарай и так далее очень прикольно он же и ящик он же и стол компрессор компрессор гвозди болты с этой стороны тоже дюбеля другую крепеж ну вот пошел ручной инструмент уровня рулетки ножи мелочи пока отвертки набору стамески молотов вот она красота набору ключей большие маленькие отдельно головки продают так водешечки сколько много всякой так масло платином и 30 вот такое мне не надо так фильтры для машин фильтры у меня есть но фильтр не нужен может быть немножко антифриза если только пока не вижу антифриз так это что у нас это жидкость для стекла чистить антифриз небольшой не нужен такой мне бы мне бы мне бы где нибудь литровую бутылочку вот и я как раз пока и не вижу как раз для GM машин давайте возьмем так ну вот здесь масло кастрол 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 шел кастрол шел пензо выбор небольшой то что мне нужно есть 530 пензо 27 с половиной кстати в волмарте наверное доллара на 3 на 4 дешевле будет как мне кажется так масло купил вот здесь шлейф машинок различных и ленточных диски вот уже и пошел собственно инструмент электро всякие болгарки ложь шлифовальная машина такие вот станочки пожалуйста разные фирмы дешевые подороже макита так в принципе в принципе в принципе все что нужно я себе взял здесь давайте еще пройдемся с вами вокруг инструменты и ящиков для инструментов различных вот какие классные всякие системы хранения смотрите набор инструментов сколько стоит ключи обозначение как и метрической системе так и в дюймах будут эти четверти 5 шестых 3 четвертых и так далее голову сломать можно все ладно пойдем на кассу вот и все инструмент электро так 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 поехали Поехали платить. Где у нас тут штрих-коды? Раз, два, три. Погнал. Так, дебит, кредит, кредит, кредит. 52 доллара. Все, что я накупил, это масло, антифриз и средства для мойки стекол. Добавляйте вашу карту. Добавляйте вашу карту. Вот такой вот магазинчик. Также я говорил, что в этом магазине можно взять в аренду. Вон, видите, на прицепах даже стоят вот, как это называется, резак, чтобы асфальт резать. Прицепы можно, пожалуйста, все можно в аренду взять. Также можно взять в аренду небольшие грузовички. Прицепы, грузовички, видите, от 30 долларов. 30 долларов, это все-таки плюс за километраж, там, наверное, центов 50-60 для переездов, для работы. Народ активно пользуется, берут. Так что так. Так, пришел к своему автомобилу. Сейчас я его открою. Убираем, сяди домой. Вот такой вот антифриз. Масло. И средства для мойки окон. Там фильтра лежат, щетки новые. Вода обязательно в Калифорнии. Потому что жарко, сухо. Если куда едешь, тут тоже свечи, фильтр. Так что так, будем менять сегодня. Еще раз всем привет, салют. Все, сходил в магазин. Такая быстрая экскурсия. Прошу прощения, что не останавливался часто. Цены не показывал, потому что, если честно, надо ехать домой. Вот. Так что так вот. Надо ехать домой. Все, что нужно, я себе купил. Сегодня постараюсь поменять масло в машине. Фильтра, щетки, свечи хочу поменять. Даже у себя. Как вам, магазинчик понравился? Нет? Есть еще другие строительные магазины. Ну, как, образно говоря, строительные. Где продается все для стройки, для ремонта. И так далее. Но... Пока мне туда незачем. И они, если честно, далековато от меня находятся. Этот около дома у меня тут. Пешком идти недалеко. Ну, а у меня на сегодня все. Всем пока-пока. Всем удачи. Хорошего настроения. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok